Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина умерла при пожаре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ. Известная флейтистка скончалась в своей квартире в доме на Петровской набережной. Ей было 93 года. Уточняется, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Пожар в четырехкомнатной квартире начался с кухни. Жильцы оказались заблокированы в помещении. Приехавшие на место спасатели смогли потушить пожар, но Вавилину спасти не удалось. Отмечается, что пострадал и пожилой мужчина, которого в результате случившегося госпитализировали. Александра Вавилина – советская и российская флейтистка, музыкальный педагог и профессор Санкт-Петербургской консерватории. В 1962 году она выиграла конкурс на должность солистки группы «Флейт» заслуженного коллектива РСФСР симфонического оркестра «Ленинградская филармония». Более 27 лет она участвовала в гастролях и концертах этого оркестра. Причем как в СССР, так и в других странах. Как известно, 24 августа умерла народная артистка России, актриса Наталья Исаева. Об этом сообщается на сайте Кировского драматического театра. Кировскому драматическому театру Наталья Николаевна отдала 38 лет. Это был ее единственный, любимый, отчаянный, светлый, самоотверженной и родственной любовью театр. Говорится в некрологе. Отмечается, что артистка скончалась в результате болезни. Ей было 60 лет. Наталья Исаева родилась 15 февраля 1961 года. В 1983 она окончила Свердловское театральное училище, после чего вошла в труппу Кировского драматического театра. Исаева была известна публике культурного учреждения по ролям в таких спектаклях, как «Василиса Мелентьева», «Идиот», «Мидея», «Вишневый сад» и другим. В 1997 году ей было присвоено по честное звание заслуженной артистки Российской Федерации, в 2012 – Народной. Ранее сообщалось, что 5 августа старейшая петербургская актриса, народная артистка РСФСР, Галина Короткевич, умерла на сотом году жизни, сообщил художественный руководитель театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков. Новиков рассказал, что Короткевич умерла вечером 5 августа, не дожив двух недель до столетия. Он отметил, что коллектив готовился отметить эту дату, поскольку актриса работала в театре с 1962 года, исполнив десятки ролей в классических и современных спектаклях. По словам главы учреждения, Короткевич сыграла в постановке «Миллионерша» Бернарда Шоу около 800 раз. Это была актриса редкого творческого оптимизма, выходившая на сцену еще несколько лет назад, подчеркнул Новиков. Начало карьеры Галины Петровны Короткевич совпало с Великой Отечественной войной и обороной Ленинграда, когда она являлась участницей фронтовых бригад. В 1946-61 годах она работала в новом театре, сейчас известном как Театр имени Ленцовета. Широкую известность Короткевич приобрела, сыграв в 1953 году главную женскую роль в фильме «Весна в Москве». С 1962 года Короткевич работала в театре имени Веры Комиссаржевской, войдя в группу ведущих актрис учреждения. В 2008 году для нее поставили спектакль «Шесть блюд из одной курицы», в котором она садилась на шпагат. Короткевич обладала множеством наград, среди которых премия правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. 2009 год.